всем салют вы спросите меня для чего я снимаю это видео сегодня расскажу вам много всего интересного без посторонних лиц здесь с вами я алексей далматов только правда больнее всего обиднее всего то что именно этому человеку я доверял на 200 процентов а именно этот человек у меня подставил до встречи с ней не трогал тяжелые наркотики типа давно года три наверно пока ее не встретил а как только с ней встретились на первом свидании на нашем у меня сразу первая мысль это пойти что-нибудь употребить тяжелое чем я и занялся первые месяца два я не полился как-то шифровался а потом уже в открытую начал употреблять и она видимо от этого кайфанула то что и не пришлось меня вытаскивать из ямы из какой-то и она говорила то что это я за папу за своего мне бог послал тебя ну короче как вот только мы начали встречаться я начал торчать и перестал писать песни вообще потом два с половиной года ничего не делал ничего не писал мы просто сидели на диване и отрастил живот себе второй подбородок потому что два с половиной года не вставал вообще с дивана сидел как куча какая короче не знаю почему я так поверил человеку так пустил к себе в душу блять мне в эту душу так клюнули я очень рад что мы с айзера зашлись не за что я прям скачу от этого от счастья из-за этого но все все идет как и должно быть то есть мы расстались не я послал ее или она меня послала нахуй как только я начал изменять это как раз ну когда она была беременна когда на первый раз меня спалила она сказала вот будешь так же себя вести я заберу ребенка я увлечу на бали найду себе там самого крутого серфера блять и ты не увидишь его ребенка и рожу ему еще детей так блять она так и сделал я рад тому сколько места я занимаю в жизни своего сына и меня он идут то есть я только сейчас начинаю это чувствует наш ним коннект когда он прилетал ко мне в таиланд мне сейчас первый раз его недавно доверили на две недели в таиланд он прилетал ко мне я на друга выписал доверенность он привез сэма первый раз мне та сторона семьи доверила ребенка на такой длительный срок и тем более в другую страну и мы за две недели нашли такой коннект с ним что пиздец но блять я такой кайф получил мы оба так кайфанули и я ему рассказал там про рэпера и он меня спрашивал зачем убили тупака кто его убил и папа сидел ли ты в тюрьме и сколько ты сидел и как-то ну типа такие разговоры 20 лет назад у меня была мечта улететь на пукет открыть там рэп-студию отец был против этого но потом он эти 20 тысяч долларов отдал чтобы в бутырки перевести меня из общей хаты блять в малый спец меня закрыли на бутырку за то что у меня стакан в трусах нашли на гигском вокзале и чтобы меня там не щеманули потому что меня бросили в хату где 80 зеков блять и спали в 4 смены типа он заплатил 20 тысяч долларов чтобы я эти полгода сидел блять в малом спеце где в пятером мы сидели у нас было все гашиш водка блять лёдь ну ты наконец-то хочешь детей наконец-то от меня спросил а еще все что на камерах сказал чтобы я была документально зафиксирована все камеры здесь очень люблю мы с лисей знакомые 7 лет мне я показала айза моя бывшая жена то есть она мне показала в инстаграме говорит белых котелочка года приходит тебе никогда не даст и и все а потом отдала все таки леся положа руку на сердце это единственная женщина которой по моему я вообще не изменял ни разу то есть пока мы были вместе никого не хотелось мне ну блять я мужик блять но кому кому ей не хочу изменять вообще не вижу никого рядом с собой кроме нее но изменю так изменю блять будем смотреть а я хочу как-то побороть родительский алкоголизм потому что мама жестко бухает я жду чтобы они прилетели в москву и положите его в клинику потому что много лет тоже человеку и так невозможно то есть раньше хоть это не так явно было тут с утра до ночи ни в какие ворота не лезет я честно говоря подзебался скакать по сцене последний год на я вообще без удовольствия выхожу на сцену как пинком потому что ну из-за того что со старой программы еще все время езжу не не типа там в презентации нового альбома гуф старые хиты плюс новые треки и с каждым разом приезжаешь и у тебя все меньше народ на концертах все меньше игра все равно приходит с этим заниматься чтобы зарабатывать вообще уже хочется чтобы за тебя кто-то скакал сидеть вот в этом кресле и чтобы тебе приносили деньги молодые рапирочки можно было из этого рэпа наверное всего побольше выжить может получится еще собрать олимпийские я не ставил это никогда первоцелью типа какой-то я не получилось из меня а